На 12 июня 2021 года в Индии зафиксировано 29 359 155 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа было 84 332 новых случаев заражения COVID-19, что является самым низким показателем за более чем 2 месяца. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индии составило 367 097 человек. 10 июня в Индии по сообщению Министерства здравоохранения зафиксировали мировой антирекорд за все время пандемии – 6 140 смертей от COVID-19 за сутки. Рост связан с пересчетом жертв пандемии в штате Бихар. Там выявили еще 3951 летальный исход. Проверку провели после того, как высокий суд Патны потребовал пересмотреть данные на фоне утверждения некоторых СМИ о том, что местное правительство скрывает точное число погибших. В результате Бихар поднялся с 17 на 12 место посмертности. По сообщению агентства Reuters, во время пика заражений COVID-19 в апреле и мае этого года во многих индийских больницах закончились койки и жизненно необходимый кислород. В результате люди умирали прямо на стоянках возле больниц и у себя дома. По словам врачей, многие из этих смертей не попали в официальную статистику. По данным Министерства здравоохранения, Индия занимает второе место в мире по количеству инфекций COVID-19 после США. Но обнаружение нескольких тысяч незарегистрированных смертей в штате Бихар вызвало подозрение, что многие другие жертвы коронавируса не были включены в официальные данные. Как сообщил чиновник Министерства здравоохранения на правах анонимности, эти смерти произошли 15 дней назад и были загружены на правительственный портал только сейчас. В отношении некоторых частных больниц будут приняты соответствующие меры. Как считают некоторые эксперты в области здравоохранения, количество случаев заражения коронавирусом и случаев смерти значительно занижается по стране, отчасти из-за того, что в сельских районах, где проживает 2 трети индийцев, недостаточно больниц. Многие люди заболели и умерли дома, не пройдя тестирование на коронавирус. Кроме того, когда крематории не справлялись, многие семьи просто опускали тела погибших родственников в Гангу или хоронили в неглубоких могилах на ее песчаных отмелях. Эти случаи также не попали в статистику смертности от COVID-19. Между тем, следует отметить, что в целом заболеваемость и смертность в Индии снижается в последние недели после всплеска середины марта. Как подсчитало издание New York Times, число жертв от коронавирусной инфекции в Индии составило от 600 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч. Индийское правительство отклонило эти оценки как преувеличенные. Но главная оппозиционная партия, Индийский национальный конгресс, заявила, это вне всяких сомнений доказывает, что правительство скрывает случаи смерти от COVID-19. Проверку статистики смертности также следует провести в таких крупных штатах, как Утар-Прадеш, Матхья-Прадеш и Гуджарат. В прошедшую среду сильные проливные дожди обрушились на Мумбай и другие районы Махараштры, вызывая наводнения на дорогах и железнодорожных путях. В результате была нарушена работа пригородных поездов. Индийский метеорологический департамент объявил красную тревогу для Мумбая и соседних районов. Впоследствии она была снижена до оранжевой на следующие 4 дня. Полиция Мумбаи призвала жителей не покидать свои дома без необходимости и избегать поездок в затопленные районы. На многих дорогах Мумбаи образовались многокилометровые пробки. Некоторые водители бросали свои автомобили и шли пешком. Позже властям приходилось использовать эвакуаторы для расчистки дорог от брошенных автомобилей. В течение следующих 5 дней в прибрежных районах Махараштры будут развернуты до 15 команд национальных сил по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Поскольку из-за проливных дождей существует риск оползней, 1139 человек из 20 деревень в Райгаде были эвакуированы в безопасные районы. Индийский метеорологический департамент выпустил предупреждение, что сильные дожди, вероятно, продолжатся в прибрежных районах штатах Махараштры, Карнатеке и Кералы до 15 июня. Во вторник, 8 июня, индийские фондовые индексы выросли на фоне заявления премьер-министра Наренда Моди, что Индия предоставит бесплатные вакцины против COVID-19 всему взрослому населению страны. Кроме этого, Моди сказал, наша борьба со второй волной короны все еще продолжается. Как и другие страны, Индия также пережила серьезные трудности и многие из нас потеряли наших близких и знакомых. Я сочувствую таким семьям. Он сравнил COVID с невидимым врагом, меняющим форму и подчеркнул необходимость использования масок для лица, гигиены рук и социального дистанцирования. «Комендантский час смягчается, но это не означает, что корона ушла», – сказал премьер-министр. По словам Моди, многие люди распространяют дезинформацию о вакцинах. Он попросил молодежь противостоять нерешительности относительно вакцинации путем распространения информации. Премьер-министр отметил, что для борьбы с пандемией была создана новая инфраструктура здравоохранения, построены больницы для больных ковидом и расширена сеть исследовательских лабораторий. В апреле-майе многократно вырос спрос на жидкий медицинский кислород. Чтобы решить эту проблему, работа велась на военном уровне. Были задействованы все силы федерального правительства, включая железные дороги и военно-воздушные силы. Производство жидкого медицинского кислорода было увеличено более чем на 10%. Было доставлено все, что можно было закупить из любой точки мира. И было увеличено производство важных лекарств, сказал премьер-министр. Правительство оказало всю возможную поддержку производителям вакцин. Им была оказана помощь в клинических испытаниях. Были предоставлены все средства на исследования и разработку. Он добавил, что поставки вакцины в Индии будут увеличиваться. 7 компаний производят разные вакцины, а еще 3 вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Закупки вакцин из других стран также увеличились. Кроме этого, премьер-министр сказал, что те, кто не хочет бесплатных вакцин, смогут купить их в частных больницах. Согласно пересмотренной политике в отношении вакцин, частные больницы по-прежнему смогут покупать 25% всех вакцин, производимых в Индии, напрямую у производителей. При этом, частным больницам будет запрещено взымать более 150 рупий за одну дозу. 9 июня пришло сообщение, что Индия повышает закупочные цены на рис на фоне протестов фермеров, которые продолжаются с ноября прошлого года. Напомним, что индийские фермеры выступают против новых сельскохозяйственных законов. Как сказал министр сельского хозяйства Наренда Сингтамар, мы подняли цену на 3,9%, по которой государство будет покупать обычные сорта риса в новом сезоне у местных фермеров. Это решение может подтолкнуть фермеров к расширению пассивных площадей под зерновые культуры. Правительство ежегодно объявляет минимальные поддерживающие цены для большинства сельскохозяйственных культур, чтобы установить ориентир. При этом, надо отметить, государственные агентства из-за нехватки хранилищ и средств обычно покупают только ограниченное количество основных продуктов питания, кроме риса и пшеницы. Рыночные цены на многие культуры, как правило, намного ниже цен, которые устанавливает государство. По словам министра сельского хозяйства, в 2020-2021 годах государство закупило риса сырца у фермеров почти на 8 миллионов тонн больше, чем в прошлом сезоне. Как считают некоторые эксперты, повышение закупочных цен связано с предстоящими выборами в штате Утар-Прадеш. Тысячи индийских фермеров, особенно из Северной Индии, уже более шести месяцев как разбили лагеря на основных национальных автомагистралях, требуя отмены трех новых сельскохозяйственных законов, которые, по их словам, угрожают их средствам к существованию. По словам Тамара, Индия также подняла закупочную цену на хлопок на 3,4%, а также на сою почти на 2%. По данным Министерства нефти и природного газа, в мае спрос на топливо в стране упал до самого низкого уровня, какой был в августе прошлого года. Напомним, Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире. Ежедневные продажи на государственных нефтеперерабатывающих предприятиях в мае снизились примерно на 1,5% по сравнению с месяцем ранее. Основные причины – это высокие цены на бензинный газ, а также ограничения из-за пандемии и коронавируса. Субтитры создавал DimaTorzok